Привет! Сегодня с вами Юлия и на удаленке из Средневековья Викинг Аллан. Ну привет, пришельцы! Европа – наш общий дом с разными квартирами, непохожими друг на друга жителями. Насколько благополучен будет такой дом, зависит от желания жителей сохранять мир и согласие, оставаясь при этом самими собой. Вот такую идею сотрудничества отражает и официальный девиз Европейского Союза – единство многообразии. Многообразие и различие – это то, чем гордятся, то, что делает нас интересными и необычными. Каждый год несколько городов Европы становятся культурными столицами, что позволяет показать как национальное своеобразие своих стран, так и стать более едиными благодаря культурному обмену. Ограбить никто не будет, но может быть так лучше, если обмениваться, то прибыль может быть и больше. Но это явно лучше, чем воевать. Различие не становится препятствием для сотрудничества. В еврозону входит 19 государств, но взаимодействию это не мешает. Прекрасным примером единства служит Европейский инвестиционный фонд, который финансирует мелкие и средние компании в любой стране ЕС. Их в Евросоюзе 99% от общего числа компаний, и они предоставляют работу более чем 100 миллионам европейцев. Какой же он могущественный король! Дело хорошее делает! Правда, имя у него какое-то странное. Инновационный фонд, инвестиционный фонд. Но язык сломаешь, пока выговоришь, если честно. Многообразие – это еще и равные возможности. Каждые полгода одна из стран ЕС становится председателем в Совете Министров. Что это за очередь такая? Кто будет управлять, решается в сражении. Ну или в поединке конунгов. Три председательствующих подряд страны договариваются между собой, каким сферам на европейском уровне уделять больше внимания. Таким образом, каждая страна имеет шанс повлиять на развитие ЕС. Единство благодаря различиям. И такое возможно. До трети от бюджета ЕС используется для проведения региональной политики. Ее цель – поддержать территории с проблемами в экономике. Ну и зачем все эти сложности? Есть путь куда быстрее и лучше. Если тебя чего-то не хватает, укради это у соседа. Благодаря региональной политике таким районам удается помочь преодолеть экономическое и социальное отставание. И воевать не нужно. В единстве различных групп населения ЕС заключена большая сила. Например, существует Европейская гражданская инициатива, по которой не менее одного миллиона граждан из одной четвертой стран ЕС могут представить Еврокомиссии законодательное предложение по конкретному вопросу. Народу власть давать, чувствую, добром это не кончится. У кого меч острее, тот и прав. Такой исторический опыт у европейцев уже был. И они убедились, что выбирать стоит другой путь. Многообразие – это не повод для споров, а повод для взаимного интереса и уважения друг друга. Разный исторический багаж не мешает европейцам отмечать День Европы как символ европейского единства. И Европейский День Языков – это праздник не только официальных 24 языков ЕС, но и тех, что официальными не являются. У них нет общего языка, даже у римлян была своя латыня. Не мудрено, что им нужно так много времени, чтобы хотя бы одно решение принять. А если на латыни, то девиз ЕС – инваритата конкордия – вместе к миру и процветанию, к принятию мудрых решений, учитывающих многообразие прекрасной Европы.